Всем привет, дорогие друзья-автомобилисты! Продолжение рубрики «Ответы на вопросы подписчиков» Очередной интересный вопрос от подписчика канала Итак, профессор RRR, это Ник Здравствуйте, подскажите, Hyundai Sonata бурлит в бачке расширительном? В чем причина? Ну, причин бурления в расширительном бачке может быть очень много Первая и основная причина, это, конечно же, у вас пробита прокладка головки блока цилиндров Если это так, то бурлить будет очень сильно Другое, если двигатель кипит, опять же, либо низкий уровень антифриза, либо воздушная пробка То есть нюансов очень много Я рекомендовал бы в этом случае вам открутить свечи и посмотреть на состояние свечей Если свечи у вас нормальные, все одинаковые, равномерные полностью То есть нету там накипи на какой-то одной свече Она, допустим, какая-то одна свеча не отличается сильно То можно тогда рассматривать другие варианты Я бы, конечно, попробовал бы избавиться от воздушной пробки Как избавляться, я уже рассказывал То есть вы заливаете охлаждающую жидкость Ставите на подъемчик, чтобы автомобиль становился немножко Как будто вы куда-то наверх поднимаетесь Вот на подъеме останавливаете, залили, запустили двигатель И, друзья мои, дали немножко поработать, чтобы он прогрелся А потом даете 3000 оборотов в минуту И двигатель должен так поработать Он выбрасывает воздушные пробки То есть выталкивает воздушные пробки и избавляется И отличный вариант Это уже делали многократно, действительно, это реально работает Ну и при этом, конечно же, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости Кстати, это можно делать с открытым расширительным бачком То есть доливать, доливать, доливать до чуть выше минимального уровня И когда уже двигатель ваш прогреется Уровень нужно довести до максимума То есть вот на прогретом двигателе у вас должен быть максимальный уровень охлаждающей жидкости Закрутить пробочку на место и все Потом дать остыть двигатель и попробовать его поэксплуатировать несколько раз на этих оборотах Но, друзья мои, если у вас все равно бурлит, то тут уже надо искать варианты Если у вас газовое оборудование установлено Бывает газовый редуктор где-то пробивает и газ попадает в систему охлаждения Также будет бурлить Бывает такое, что прокладку ГБЦ пробивает, тоже бурлит Ну то есть тут уже, конечно, надо индивидуально подходить Но если прокладку головки блока цилиндров пробивает и начинает антифриз бурлить То, как правило, это приводит к тому, что на определенной свече, на какой-то одной Образовываться начинает такой вот нагар, который отличается от всех Если вы это увидели, то тут, друзья мои, без снятия головки блока цилиндров и замены прокладки вам не обойтись Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил Если у вас другие есть варианты, обязательно расскажите о них непосредственно под этим видео в комментариях Подписывайтесь на этот канал в YouTube, а также подписывайтесь на мой канал в Дзене Вот QR-код, для того, чтобы вы могли подписаться, если вы смотрите с компьютера Камеру мобильного телефона наводите на этот QR-код и вас перебрасывают по ссылочке на мой Дзен-канал Если вы смотрите меня на мобильном телефоне, то просто под видео будет ссылочка на мой Дзен-канал Нажимаете на эту ссылочку, переходите и обязательно подпишитесь на случай непредвиденных ситуаций А ситуации могут быть разные, чтобы мы оставались на связи Будьте здоровы, всем пока!